Мы тем временем уже не как без всяких рэбов, уже по-взрослому и по-настоящему бомбим Россию и бомбим успешно. Да, мы не дождались пока разрешения от наших так называемых друзей и партнеров. Хоть уже и Столтенберг в очередной раз прямо сказал, что снятие ограничений на применение Киевом западного дальнобойного оружия для ударов по России не станет переходом красной линии, после которой НАТО будет в состоянии войны с Москвой. Это сказал Столтенберг. Говорит, Путин, говорит, уже не раз объявлял подобные красные линии, но не пошел на эскалацию, он не сделал это. Он даже понимает, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире, понимает, что ядерное оружие, ядерные военные не могут быть выиграны и в ней не следует участвовать. Мы несколько раз ясно давали ему понять, где Столтенберг, поэтому не парьтесь. Западу, он говорит, американцам, разрешайте бить по России, разрешайте. Столтенберг нас благословил. А мы пока без всякого вот этого дальнобойного оружия сегодня устроили в Тверской области ад и дронопад. Город Торопец. Торопец. Господи. Торопец делу венец. С Торопецией напал на Торопецию на Пе. А так постепенно мы, конечно, изучим карту России. Город Торопец находится в Тверской области. Хотя ее изучать-то бесполезно, потому что города Торопец, скорее всего, к сегодняшнему вечеру существовать уже не будет. Страшные, огромные взрывы. Детонация воинской части в городе Торопец, где находятся склады с боеприпасами. Видосы найдете где угодно. Распространять там не буду. Жители Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области, в город Западная Двина. Там уже паника, потому что люди не знают, куда деваться. Чаты из этих городов, типа Торопец и так далее, спрашивают, а куда, а где автобусы по эвакуации, а где что, никто ничего не объявляет. Им даже не объявляют воздушную тревогу. То есть у них полыхает, снаряды детонируют, Торопец на карте можно... Кстати, если у кого есть карта мира, можете стирать Торопец, больше Торопеца уже... Торопеца уже некуда. Можете не Торопеца. Торопеца стереть сможете всегда. Да. Одновременно с этим мы нанесли удар по Ярославлю, где горит склад с горючей смазочными материалами. Значит, тоже там подробностей нет, потому что там только картинки. А вот в Торопеце все очевидно, потому что много свидетелей. За последнее время, что еще интересного, как выяснилось, произошло. Почему? Как выяснилось, потому что вчера пришли спутниковые снимки из Мариуполя. Значит, бойцы военно-морских сил уничтожили вражеские склады под Мариуполем. Склады тоже классно сдетонировали. Теперь видно, сколько там тонны боеприпасов, которые накапливались для применения на территории Украины. И вот наши военно-морские силы нанесли по этому месту ракетный удар. Ракетный удар. Дальше. Вчера по полигону возле Донецка ударили ракетой «Хаймарс». Все видосы оттуда распространяет телеграм-канал Невзоров. Ну, естественно, видосы и слухи. По слухам, 90 человек личного состава удалось уложить. Их построили так удачно под удар «Хаймарса» нашего, что 90 человек в поле под Донецком усеяно трупами россиян. Мы не ограничиваемся. Мы бьем их, как говорится, не только на суше, на земле и в воздухе, но и зацикливая вот это. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, мы, замыкая круг, можем вернуться снова на Ближний Восток, где не только взрывались пейджеры, но и спецназовцы из ГУР, главного управления разведки, атаковали российскую базу беспилотников в Сирии. В Сирии! В Сирии! То Россия воевала по всему миру России. В Сирии воюет там-сям. Теперь Украина тоже. В Сирии мы замочили базу беспилотников. Спецназовцы, главного управления разведки Минобороны Украины из группы «Химик» в минувшее воскресенье, 15 сентября, атаковали российскую военную базу в Сирии. Операция состоялась на юго-восточных окраинах Олемпа. Там российские войска изготавливали и тестировали ударные беспилотники. Атаковную базу использовали также для производства камуфлированных самодельных взрывных устройств. То есть, может, тех самых пейджеров. Боевые части которых хранились на позиции, которые атаковали спецназовцы ГУР. Как это мы такое... Некоторые сейчас скажут, я знаю, некоторые говорят, слушайте, ну зачем мы атакуем их в Сирии, россиян, когда они пришли к нам? Нам придется воевать с ними по всему миру, по-другому не получится. Но, как всегда, есть хороший, быстрый нюанс. Когда мы их атакуем в Сирии, я уверен, что это не просто благословение американцев и французов, а нам просто выдают, я думаю, многие средства на это все. То есть, нашими руками уничтожают российских всяких этих вот вагнеровцев, фигагнеровцев и российские войска по всему миру. Потому что у нас есть право это делать. Чувствуете, да? Ну там, какое основание, если у французской армии атаковать российскую в Сирии? Никакого. А у нас есть, юридическое, конечно. У нас война с Россией. Значит, любой российский военнослужащий для нас легитимная военная цель. Поэтому нас просят. Давайте по бартеру. Мы вам ракеты дальнего радиуса действия, чтобы вы били по аэродромам в Тарапце. Да. А вы долбаните по россиянам в Сирии. Вот вам оружие для этого тоже. Вот так мы их мочим. А скоро будем мочить еще лучше. Вот такая маленькая новостюшечка, но она меня удивила. Я такой, типа, что Катар передаст Украине 24 самоходных гаубицы. ПЗТ-2000, но это немецкая гаубица. Катар нам передает самоходные гаубицы. Первый раз слышу. Нифига себе. А так можно было? Это я так, чтобы с Ближнего Востока далеко не убираться. Катар, вы понимаете, где это? Это там, где Савдаскаравио, там вот это все. О. Ну, война войной, а мир по расписанию. Посол США при ООН сообщил, мы, сообщила, сообщила, это же Линда Томас-Гринфилд, наша любимая. Мы видели мирный план президента Зеленского. США уже ознакомились с планом президента Зеленского, как закончить войну, сообщила Линда Томас-Гринфилд, открывая новую сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Мы видели мирный план, мы считаем, что он излагает стратегию и план, который могли бы работать, и нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главными государствами, которые будут здесь, в Нью-Йорке, на Агент-Ассамблее. Мы надеемся достичь определенного прогресса, вот для чего мы здесь, цитирует ее голос Америки. Представитель Госдепа Миллер сказал, что Блинкен тоже был проинформирован об элементах украинского плана по оказанию давления на Россию с целью прекращения войны. То есть, то, что мы называем план победы, Линда Томас-Гринфилд почему-то называет мирный план. Ну, потому что, насколько я понимаю, если это план победы, то это план, как разнести к черту Российскую Федерацию, чтобы в результате установить мир, потому что не с кем будет воевать, и некому с той стороны. Они называют это мирный план, а мы план победы. Чувствуете наше легкое расхождение теперь с американцами? Нет, я понимаю, что им, чтобы поддержать наш план, надо называть это мирным планом. Это их тактика политическая, дипломатическая, если хотите. Но именно Линда Томас-Гринфилд, ну, как бы будет дальше продвигать наш план, потому что Зеленский поедет на следующей неделе, ровно через 7 дней, Зеленский выступает на Генассамблею ООН. Да, план он передаст Байдену, план он передаст другим кандидатам в президенты США, но дальше в ООН это продвигают будут именно американцы, куда нам деваться там, этот самый план победы. Похоже, они его будут переименовывать, у одного документа будет план названия. Кстати, вот некоторые слухи ползали, достаточно негативно, из разных там немецких изданий о том, что якобы план победы наш предусматривает заморозку войны. Вчера вышел Даляк, все это опроверг, я сейчас про Михаила подалека, значит, президент говорит, неоднократно и тетка говорил, наша позиция доминирующая такая, никакой заморозки конфликта, потому что она не приведет к финалу войны как таковой, придет только к получению России возможности накопить дополнительные ресурсы и проложить уже третьим этапом более массовые убийства гражданского населения в Украине. В третьем этапе, в смысле, вот с 14-го года начала, потом полномасштабные 22-го, и третий этап, если мы с ними сейчас заморозим конфликт. Поэтому, говорит, Даляк, конечно же нет никаких концепций уступки территорий, никаких концепций заморозки конфликта. Поражение Российской Федерации можно обеспечить определенным количеством оружия, то есть, грубо говоря, военное, дипломатическое, экономическое, политическое принуждение, плюс пурская операция. Вот так. Ну что ж, давайте решать, будем называть это дальше план победы или мирный план. Мне кажется, раз сказали план победы в нашей терминологии на канале Штельман, это будет планом победы. Хотите чаще слышать выражение план победы, подпишитесь на канал Штельман. Хотите чаще слышать выражение план мира, ну подпишитесь на канал президента Бразилии. Подпишитесь на канал президента Бразилии или... Или подпишитесь на канал Роберта Кеннеди-младшего или Дональда Трампа-младшего. Вот такой есть небольшой, но неприятный для нас скандал. Ну, честно, очень неприятный. Сейчас вам буду рассказывать. Если вы еще не знаете... Это серьезная угроза, то, о чем я сейчас буду говорить. Серьезное противостояние плану победы. Значит, появилась статья колонка The Hill в издании Вашингтонского. Скажу прямо, оригинал не нашел, читал выдержки из перевода. Статья, которую написали Дональд Трамп-младший, сын Дональда Трампа, он же один из ключевых членов команды Трампа предвыборной. И Кеннеди-младший, тот человек, Роберт Кеннеди-младший, который был независимым кандидатом в президенты США, но снялся в пользу Трампа буквально пару недель назад. И вот они пишут эту самую статью, где говорят о необходимости прямых переговоров в Вашингтоне и Москве для прекращения войны в Украине. Это уже сразу задает Дон. То есть они предлагают Америке провести переговоры с Россией о войне в Украине. Помните, какой принцип был до этого? Ни слова об Украине без Украины. И когда россияне обращались к американцам, американцы говорят, а мы здесь при чем? Вы с Украиной разговариваете. А тут ровно противоположная тенденция. Очень неприятная, прямо скажем. Значит, почему они предлагают эти самые прямые переговоры между Америкой и Россией по поводу войны в Украине? Казалось бы, какая где связь, да? Ох, и аргумент такой, что отсутствие реакции России на пересечение красных линий. Про пересечение красных линий мы с вами тут уже на канале Штельман говорили очень много. Так вот отсутствие реакции России на пересечение красных линий является сдержанностью Кремля, а не проявлением слабости. Прикиньте, они прямо перечисляют, что удары по территории России, удары по Крыму, поставки Ф-16, все это как бы были красные линии, которые мы пересекли. Но Россия просто проявила сдержанность. То есть Россия просто добрая, Россия ответственная, понимаете? Поэтому не ответила. А не потому, что ей страшно, суга, России еще что-нибудь отвечать. Нечем, кроме ядерного оружия, а ядерным оружием ссыкопно. Это мы знаем правдивый ответ. А они в своей статье говорят, нет, не ссыкопно, они просто слабостливые очень россияне, поэтому не отвечают. Вот цитирую уже из этой статьи. Ястребы в администрации Байдена, вообще мы дожились, да, в демократической администрации ястребы, кажется, забыли, что Россия ядерная держава. Путин неоднократно давал понять, что Россия применит ядерное оружие при крайних обстоятельствах, пишут представители компании Трампа. И напоминают слова Путина о том, что применит он ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. То есть эти люди ведут себя так, как будто они Путина и есть. То есть Путина больше не слышно, потому что он какой-то абсурс непонятный, где прячущийся. А они пытаются быть его громкоговорителем, его рупором. «Подождите, ну Путин же сказал, что будет ядерное. Вы что, ему не верите?» – кричат Дональд Трамп, плачь и вместе с Кеннеди-младшим. «Вы что, не верите Путину, святому человеку? Как вы могли заподозрить, что он врет, испугался и сбежал в бункер?» Прямо люди вот так доставят чучело Путина и озвучивают его сами в Америке через издание сил. «Путин ведь не... Вы что, забыли, что Россия – ядерная держава?» Прямо слова Лаврова какого-нибудь или Пескова. «Вы что, забыли, Россия – ядерная держава?» Они впишут в статье, что если Байден разрешит дальнобойный удар ракетами по целям территории России, то это спровоцирует ядерную войну. «Между запуском американских ракет вглубь российской территории и ядерным обменом не осталось ни одного шага. Ближе к этой границе уже не подойти. И ради чего? Чтобы ослабить Россию, чтобы контролировать украинские полезные ископаемые, пишут Трамп и Кеннеди. Ни один жизненно важный американский интерес не стоит на кону. Вот так. То есть цели спасения людей, избавления от геноцида – это не жизненно важный интерес Америки, судя по мнению этих людей. Нет жизненно важного ничего в том, чтобы остановить геноцид украинского народа. Нет. Не жизненно важный. Они также считают, вот эти люди в своей статье, абсурдным мнением, что российские войска могут вторгнуться на территорию стран НАТО, которая привела на президентских дебатах Камала Харрис. Видите ли, это абсурдное заявление Камалы Харрис. То есть весь мир знает, что Россия собирается вторгаться в НАТО. Россия прямым текстом это говорит. Все российские лидеры один за другим говорят, мы разбомбим Варшаву, мы разбомбим Лондон, Берлин. Это говорят российские политики. Но Трамп-младший и Кеннеди-младший считают, что это абсурдное мнение. И объясняют почему. Во-первых, Россия едва может вырвать несколько областей Украины, которые отнюдь не относятся к крупным европейским государствам. Стоп, стоп, стоп. Хочется закричать Шетельману. Подпишитесь на канал Шетельман за этот крик. Что значит Украина не относится к крупным европейским государствам? Украина самое большое государство в Европе. Украина не относится к крупным европейским государствам. Они карту видели, вот то мерзкое розовое пятно в Азии, ладно, трогать не будем, в Европе самая большая страна это Украина, самая большая, не относится к крупным европейским государствам, и вот эти люди будут потом ковыряться в носу, если Трамп придет к власти, так получается, во-вторых, Россия, во-вторых, вы слушаете, это вообще сейчас будет, укатайка, во-вторых, Россия с самого начала четко определила свои цели войны, прежде всего, нейтралитет Украины и остановка расширения НАТО на восток, Это они где узнали, что Россия с самого начала четко определила свои цели войны? Я такой сижу, что Россия с самого начала четко, они точно слушали вообще Путина? То есть в том вопросе они Путина услышали, а в остальных нет, Путин вообще-то говорил, что его цель это разогнать режим наркоманов, да, что там власть в Киеве захватила, шайка наркоманов захватила власть в России, в Украине, шайка нацистов и наркоманов, а он не говорил про то, что это, что цель войны это нейтралитет Украины, Говорил, демилитаризация, помню, динационализация, помню, бандеровцев победить, помню. Дальше, захват территорий, помню, помню. Лавров говорил, что цель наша – захват территорий. И многие, они все говорят, что у нас цель – захват территорий. А теперь, а вот эти услышали что-то другое, говорят, четко Россия определила цель войны. У них каждый месяц цели войны меняются. А вообще Лавров сказал, что цель войны, вот только что, тогда он говорил, что захват территории, а сейчас говорят, что цель – это спасение русского языка. Он говорит, нет, никаких других целей нет. А они точно читали все эти ультиматумы-то российские, нет? Ну и дальше они в конце призывают, где эскалации конфликты путем прямых переговоров в США и России, напоминая об обещании Трампа положить конец войне и так далее. Так вот, Дональд Трамп-младший, он не просто хрен с бугра, не просто папинкин сыночек, он один из ключевых советников компании отца. А Кеннеди-младший, который, значит, снялся в пользу Трампа, он будет членом переходной команды, то есть забирать дела у старой администрации в случае победы Трампа. Вот с этим всем нам придется столкнуться, вот с этими людьми. Нам придется столкнуться с Джейди Вэнсом, который пытается отдать некоторые территории россиянам. Придется столкнуться с Трампом-младшим, с Кеннеди-младшим. Ребята, если у вас есть те, кто собирается голосовать за Трампа, я думаю, что есть, уверен, я знаю, что есть. Вы можете объяснить, как с этим быть? Вы мне все время пишите, да не слушайте Трампа, он там ерунду говорит, он потом по-другому себя поведет. Ну вот же, это его команда, они же будут делать вот так, как они пишут. Они пишут эту статью за полтора месяца до выборов. Я должен им не верить, сказать, что это несерьезно и не по-настоящему? Я, как говорится, не вмешиваюсь в выборы в США, но я такой сижу в шоке все больше и больше от этих писем. Согласно данным Morning Consult, Камала Харрис опережает Дональда Трампа на рекордные 6% пунктов среди предполагаемых избирателей. 51% поддержка на Лу-Харрис, 45% Дональда Трампа. Такая вот статистика пришла к нам из Соединенных Штатов Америки. Ну а россияне почуяли, что, в общем, ни на кого, кроме как Дональда Трампа младшего и Пеннаде младшего, вся вот эта риторика уже про красные линии не действует. Ну просто растоптали красные линии один, а второй, третий, восьмой и экономист опубликовал хронологию растоптания и уничтожения красных линий. И они в МИДе сообразили, черт, что-то не работает, надо что-то делать по-другому. И вот, значит, да, выступил Сергей Рябков, это зам Лаврова, известный достаточно человек, сказал, что нужно менять характер сигнализации. Характер сигнализации. Мы знаем о том, что соответствующие решения Запада насчет ударов в группе в российском территории были приняты какое-то время назад. И сигналы такого рода в Киев переданы. Это в смысле, что нам Блинкен приехал и рассказал. Это они знают. Их бустами да мед пить. Хорошо, если так. Правда? К сожалению. Дальше. Должного эффекта вербальные сигналы не дают. Это их МИДовские российские. Либо дают редко и слабо. Значит, характер сигнализации необходимо поменять. Он также призвал политическое и военное руководство противников России взвесить тяжесть последствий из-за их безответственных действий. Ну, как видите, зам Лаврова, Рябков и Дональд Трамп-младший, зам Трампа, говорят просто в унисон, как будто хором поются. Надо, что руководство Америки, надо осознать, так сказать, опасность того, чем она занимается. Вот. Но мне понравилось вот это, что поменять нужно характер сигнализации, потому что не воспринимаются вербальные сигналы. Понимаете? Оральные методы больше не работают. Да, переходите от орального к... Нет, не к классическому. Классические вы уже пробовали. Вы догадались, к какому. Не буду это говорить. Оральные методы МИД РФ не работают. И Рябкову, я думаю, пора переходить. Да. К тому редкому случаю, когда... Вот такие сигналы еще вы не показывали. Пугайте ежа голой задницей, как говорят в таких ситуациях. С трибуны ООН. Вот что там, этот Хрущев ботинком стучал. А я думаю, что Рябков должен выйти на Генассамблею ООН и голой задницей пугать американского ежа. Может быть, хотя бы это сможет ему помочь. Ну, ему, России. Может, действительно, все поверят, что это не очень красное. Может, у них действительно там как-нибудь по-другому устроено. И там что-нибудь красное есть. К сожалению, они не одни. В том смысле, что не только младший Трамп и младший Кеннеди пугают нас всякими вот такими вещами. Но и мне очень жаль сообщить, потому что многие нас в Казахстане поддерживают. Вчера буквально привет из Ламаты получил под видео. Спасибо всем, кто в Казахстане нас смотрит. Но когда в Казахстан приехал Шольц, канцлер Германии, его такая в президент Казахстана стал уверять в том, Шольца, что в военном отношении Россия непобедима. Значит, фактом является то, это президент Казахстана говорит в разговоре с Шольцем, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо увлеченных в российско-украинский конфликт. То есть, фактически, Такаев призвал Шольца не давать разрешения бить по территории Российской Федерации. Значит, Такаев говорит, что шанс на достижение хотя бы перемирия между Россией и Украиной был упущен с отказом заключать Стамбульское соглашение, но возможность для достижения мира, по его мнению, по-прежнему существует. Значит, начну со Стамбульского соглашения. Здравствуйте, пожалуйста. Нет никакого Стамбульского соглашения. Такаев ты его откуда взял? Путин размахивает какими-то фальшивыми бумажами. И что теперь? Это не называется слово соглашение. Соглашение просто подписали разные стороны. Соглашения не было. Не было. Были разговоры, в Стамбуле были. Велись, велись. А соглашения не было. Чувствуете разницу? И почему сейчас Такаев выступает в роли Лукашенко, фактически? Да, что Лукашенко так делает. Мы понимаем. Путин попросил. А Такаев зачем это делает? Президент Казахстана. Свободный по сравнению с Белоруссией, наверное, страной. Ну, относительно. Упущен шанс на достижение хотя бы перемирия. В смысле, Такаев предлагает Украине отказаться от вступления в НАТО. А почему тогда Казахстан член УТКБ? То есть Казахстан же не обладает нейтральным статусом. Вот он вступил в блок УТКБ. А нам предлагает отказаться от вступления в НАТО, то есть отказаться от своего суверенитета, как-то несимметрично. Армия Казахстана никем из соседей не ограничена. А нам он предлагает, чтобы россияне нам ограничивали размер армии, и мы на это соглашались. Как-то это по отношению к Украине, мягко говоря, некорректно, к ее суверенитету. Он читал вот эти бумажули, которыми размахивает Путина, которые предлагает Украине подписать, что мы сократим свою армию добровольно, а Россия не сократит при этом. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств, пишет Такаев, говорит Вамия Такаев, и прийти к решению, остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. Что значит затем перейти, к какому обсуждению? У нас нет территориальных вопросов. Господин президент Казахстана, у нас нет территориальных вопросов. То, что наше по международному законодательству, то наше. Вы вступаете на очень скользкий путь. Казахстан тоже готов обсуждать свои территории, я не думаю. Нет никакого обсуждения территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки, сказал Такаев на встрече с Шольцем, ну про мирный план Бразилии. Мы с Вами все прекрасно уже знаем. Ну и последнее на сегодня. Пока Вы подписываетесь на канал Штреман и ставите лайк. Вы смотрели Штреман за сегодня, 18 сентября. Скажу, что не всегда нужен канал Штреман, чтобы спасти нас от всяких негодяев. Иногда справляются и без Штремана, Вы не поверите. Работа миссии МВФ по консультации с Россией отложена из-за неготовности. Рассказываю. Вдруг Международный валютный фонд заявил, что собираются, так как конец года, мы собираемся в Россию сесть и обсуждать дальнейшее сотрудничество МВФ с Россией. Цивилизованные страны Запада встали на дыбы. Сказали, Вы что вообще? Да. Вчера, 16 сентября, предполагалось начало работы миссии МВФ в рамках консультации по 4 статье устава МВФ с Российской Федерацией. Но встали страны Запада. Сказали, Вы что, на нас посходили? С кем Вы собираетесь сотрудничать? С Россией? Помогать ей воевать, что ли? В экономическом смысле. И МВФ обделался. Понятно, что были там чиновники, какие-то чиновнички в МВФ, которые хотели породить за Российскую Федерацию. Я думаю, что не безосновательно. Но были отшлепаны, пойманы и отшлепаны по толстым чиновничьим попкам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова